Весело так. Ну-ка, давай. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, девочки! Опять зима. Зато всё стало беленькое, чистенькое. Дворник чистит и говорит, ох, сегодня они в снегу наковыркаются. Все мокрые будут. Ну, его не так много, но всё равно. Ну, ты прям разбежался как. Саш, подожди меня-то. Саш. Подожди меня-то. Был китайский ресторан. Дракон тут был, светился. Потом он закрылся. А вот, видите, пристроили вот такую башенку. И назвали Аджика. Ресторан с акцентом. Так всё просто. Ну вот. Шнегу навалило. А на улице же вот плюс пять утром. Сейчас всё это будет таять. Опять всё потечёт. Опять грязь. И вот так вот всю весну. Ну, конечно, со снежком-то поприятней. Чё говорить-то? Почище, побелее. Ну, ненадолго. Ладно, Сашу я отвела. Сейчас дома дела поделаю какие-нибудь. Ну, и опять куда-нибудь поеду. Посмотреть да вам показать. Ну, вот уже началось. Вот такая затяжная весна. Это ещё и будет в мае, в начале. Ой, я помню, мы уезжали в Болгарию 10 мая. Ну, в Мурманске уже сухо было. Ну, как сухо такое, где снег-то был ещё. А ехали на машине. Самолёт у нас летел с Киркинесса, с Норвегии. И Костя нас отвозил на машине. И едешь за город там выехали. Километров, наверное, 20 проехали. А там просто завалы снега. Ну, как чистили вот это всё. Многослойные такие сугробы. Метра по два высотой ещё. Даже и не подтаявшие. И приехали в Киркинесс. Сели на самолёт, улетели в Болгарию. Прилетаем в Болгарию. Там, конечно, что всё цветёт. Зелень. Тепло. Красота. Ну, это каждый год так было. Просто я по дороге эти сугробы сфотографировала и показала Христине. У меня там подруга в Болгарии. Она как увидела вот это столько снега, за голову схватилась, говорит, как же вы так живёте. Нормально. привыкаешь же ко всему. Вон сопки-то дальние в снегу. Ой, там долго будет до середины лета снег лежать на сопках. А я иду, девчонки, в магазин за фурнитурой на Самойлова. А то у меня уже и осталось-то немного дней тут быть. Надо всё успеть. Театр наш уже сколько его ремонтируют, уже, блин, не знаю. Всё ремонтируют, а ремонтируют. Так, вот тут поставили памятник. Я его ещё не видела. пограничника Марктики. Ну, ладно. Да. Это надо. Много памятников стали ставить. Надо, не надо? Не знаю. Вот там я снимала тогда, вон там на аллее даму с собачкой поставили. Какое отношение имеет дама с собачкой к Мурманску? Ну, да, подумайте. Даму с собачкой в Крыму поставить. Ладно, понятно. в Мурманске ни писатель не жил, ни фильм не снимали. Тут даже и Савина, актриса, которая играла роль в фильме, я думаю, что никогда и не была. Вот как-то у меня такое ощущение, что просто дают скульпторам заработать. И много таких памятников. Как, знаете, как говорили, ни к селу, ни к городу. Можно подумать, у нас своих героев мало. Мурманских. Очень много. Люди выстояли, отстояли. Город фашистам не сдали. Ведь это только представить надо. на севере у нас же есть долина славы. А вообще ее называют долиной смерти. Долина славы это официально название. Ведь туда бросили во время войны огромное количество солдат. даже без теплой формы. Я вот сейчас уже не помню, сколько тысяч. Ну, больше ста тысяч. естественно, они все погибли. Вот кому надо памятники ставить. А город? Вот поищите, у кого есть такой интерес фотографии мурманска мурманска во время после войны. Вот же города не было. Одно здание уцелело каменное. Одно из-за всего города. как люди тут жили без отопления, без еды. Ну, когда вот на другой стороне залива фашисты были. Ну, я не представляю. Это выше моего понимания. Вот, видите, все ремонт и ремонт. А то дама с собачкой. Вот они, герои-то. Бабиков, 24 года. Получив тяжелое ранение, последней гранатой подорвал себя и наступающих врагов. Награжден орденом Ленина посмертно. Иван Быков, 23 года. Ну, сержант ворвался в траншею противника, уничтожил около 10 гитлеровцев. Несколько раз поднимал бойцов в атаку, чем обеспечил выполнение поставленной задачи. Получил смертельное ранение, награжден орденом Ленина посмертно. Вот они, мальчишки. Вот еще тоже 24 года в 40-м году. окруженный бело-финнами, это когда с Финляндией война была, поддерживал связь со штабом, последней гранатой подорвал наступающих врагов из себя. Герой Советского Союза посмертно. Вот всем их именами были названы погранзаставы. Матросов Вадим Александрович. А, ну этот умер в 99-м году. Генерал. И сколько их таких полегло тут? Безымянных сколько ой, солнышко прям пригревает. Вон магазин альбатрос. Теперь вон там обои, краски. Ну, что-то такое, да, строительное. А раньше альбатрос-то на чеки продавали товары заграничные. Ой, какое у меня было пальто. Бархатное с воротником, с лохматым, с меховым. Ой. Просто модная была. Да. Все меняется. Я говорю, остается только память. Ну, а это здание видно, да, по знаменам ФСБ, МВД. Никогда там не была. Бог миловал. Что-то отгородили. Памятник. ну, а это мои любимые сталинки. Я уже, наверное, тысячу раз говорила, как я люблю сталинский ампир. ходила бы ходила бы и ходила по этим улицам. А квартиры в них какие. Не зря они до сих пор каких денег стоят эти квартиры. Это вам не хрущевки. Как раньше говорили, гроб не вынести из квартиры. Да. А сувениры тоже. Тысячу лет не была в этом магазине. вот тоже был наш офис. Много было по городу офисов, а потом решили их продать и купили вот один этот огромный на 500 метров. Собрали всех кучу и теперь там как муравейники. я еще не заходила к девчонкам. Да, опасно сегодня ходить. Вчера там были все тротуары сухие, а из-за этого снега он тает. На солнышке то тает, а в тени вот скользко. Ну, правильно. Как Илья Варламов говорит, кто же так делает. Тут же должна быть ливневка, чтобы эта вода уходила с тротуара. А тут вон что творится. Все у нас через одно место делают. Жалко, нет золотых. Так, а это ручки. Надо взять. никак не могу уйти. Это пластик. все. Боюсь, вдруг я чего-то упустила. Так-то вроде нет. Хороший магазин. Хороший. камень. ладно, пойду. Очень красивый камень. Вот этот мне так понравился. Синим вот этот вот. Ну, тут камней-то нет. Тут так я вот больше по фурнитуре. у них больше пластмасса, да, так, стекло. Но то, что у них есть в ассортименте из стекла, я уже все купила. У меня еще есть. За камнями в Питере надо. Вот, и в Леонардо я, видимо, в Питере схожу. потому что там они вообще огромные. Конечно, можно было бы доехать. Ой, ну вот, не поваляешь, не поешь. Можно было бы доехать, но в прошлый раз я там накупила фурнитуры. Она оказалась пластиковая. и куда ее теперь не знаю. Не знаю. Ладно. В Питере схожу. Ну вот, дошла я до центральной площади. Пять углов. Наша Арктика. Теперь тут Азимут отель и деловой центр. Раньше была просто гостиница Арктика. Ну, зимой я уже снимала. Тут елку ставят. там, Арктикой делают горки ледяные. Всякие стульки красивые. Все это светится зимой. ледяные. А вот этот дом что-то давно не красили. Тут демонстрации проходят по улице Ленина. В общем, центр города. ледяные. 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 А вот там выглядывает зелененький вокзал железнодорожный. Старенький. Ну, послевоенной постройки. Тут все послевоенной. Так, пошла я на ту сторону. Вот он вокзал. А там за ним ну, понятно, железнодорожные пути. Ну, и начинается порт. Всякие там здания. И Кольский залив. В этот раз мне его снять не получится. Это когда я с Костей на машине ездить могу снять. Этот залив, он идет до выхода в Баренцево море. Отсюда из порта корабли идут во все страны. И по зимнему пути ледоколы ледоколы идут и вообще куда угодно. У нас до Норведии 240 километров. До Финляндии тоже 240. А до Питера 1400. 400. Так что пока вот я жила в Мурманске, мы ездили в Финляндию, в Норвегию. Просто так собрались и поехали. И на все новогодние праздники, и просто так и летом собрались на выходные, сели на машину и поехали. А теперь все гораздо сложнее. И дороже стало, а теперь вообще все позакрывали. Транспорт ходит один за одним. Проблем нет. И зимой, когда холодно. И маршрутки, и троллейбусы, и автобусы. Ой, а сколько китайцев приезжало зимой раньше. еще вот когда я снимала-то? Позапрошлом, наверное, году. Ну, это просто вот. Ой, зимой мороз, идешь по центру. Одни китайцы. Они приезжают сюда, ну, приезжали. ехали в Териберку. В общем, короче, у японцев, у китайцев есть такое поверье. Если зачать ребенка под северным сиянием, то вырастет, будет мальчик обязательно с сердцем дракона. так, моя маршрутка идет. Я вам потом дорасскажу. Ну, добралась я до своего района. Сейчас все-таки зайду в пятерочку, в новую. Третий день работает. На день космонавтики подарили. А мне надо молока. у меня Гриша пьет молоко. В общем, получается каждый день по два литра. Вот. Так-то родители нам все купили. Даже больше, чем надо продуктов. А вот молоко и хлеба надо купить. Так что, кто не знает, на Книповича теперь пятерочка есть. так. Так. Сельдь в шубе. Зелень, тортики. Вечно возьму тележки, которые криво ездят. Так, сосиски. Так, надо часть зеленой посмотреть. Какой-нибудь необычный, видите. Желудок 125, сердце 252. Девчонки, я не буду цены озвучивать. Я пока их выговорю. Я думаю, наверное, цены-то сейчас примерно везде одинаковые. Так, на этом мне даже смотреть нельзя. У меня слюню, как у собаки. А мне нельзя этого. Все подорожало. Просто вот, ну... Ну, собственно, пятерочка, она и есть пятерочка, да? Что тут? Что тут особенного-то? Сейчас я возьму молока. Ну, терпеть вот этого не могу, когда в магазинах вот такое. Ну, ничего особенного я не увидела. Все как обычно. Да. Так. Так. Что-то хочу... Что-то хочу сказать и не сказать, чтобы прям тут какой-то выбор был. Охрененный. Не знаю. Ой. Так. Ну и тут алкоголь. А у них что, на водку лицензии нет? И на вино пиво одно. Бабушка заставила ребенка все разбирать. Бардак его. Скажи, откуда ты взялась на мою голову? Ну, вот. Купила я, в общем, пины в основном. Потому что проблема с ними. Купила вот таких четыре замечательных бусинки. Серьги сделаю. Прям такие хорошие. Они такие. Вот плоскенькие такие. Так. Надо было мне вот крупную цепочку. Цепочки не было. Была ручка для сумки. Купила ручку. Так. Ну, вот эти вот у меня всегда нужны. И такие они у меня уходят. Кучами. Вот таких две бусинки последних забрала. Вот. Взяла последних три. Вот таких аметиста крупных. У меня есть аметист. Но, знаете, этот. Как она называется? Господи. Ай. Называется. Ты мне скажи, я тебе скажу. Галтовка. Ну, надо еще заказать будет. А может, в Питере куплю. Ну, вот три крупных бусина. Было по 12 миллиметров. Или это по 14 даже. Так. Я их тоже забрала. И вот эти. Мне так нравятся вот такие бусы. Ну, бусины. Вот такие вот. Которые там. Такой цвет. Такой цвет. Они потом так смотрятся здорово в украшении. Вот я взяла побольше и поменьше. Вот они у меня еще тут есть. И прям девчонки зачесались руки. Но инструмента у меня нет с собой. Поэтому будем терпеть до дома. Ну, и на этом все. Я с вами не прощаюсь. Потому что я еще, наверное, буду дальше снимать. Но это самое. На этом заканчиваю. А то длинно будет. Надо отдохнуть пока. Пока время пол второго. До Саши еще время есть. Надо отдохнуть. А то столько пешком прошла. Ноги мои, ноги. Пока.